Я, например, даже не мог представить, что такое может быть и как это вообще. Вот я сижу сейчас в полутемной комнате, из освещения там только какая-то LED-лампочка на столе стоит, на окнах сейчас зашторенные жалюзи закрыты, чуть-чуть свет пробивается буквально вот перед закатом, меньше чем через полчаса будет. И эта камера, вы видите, как снимает. ISO 25600. 25600! Это просто нереальные цифры. Максимальная ISO у этой камеры 409000. То есть, если вот взять, например, такую самую ходовую, ну сейчас компактную, вернее, уже не сейчас, я слышал, что вышла там более новая моделька, но хотя бы полгонзата, Canon 200D, называемый еще Rebel SL2. Здесь максимальная светочувствительность, параметр ISO будет всего лишь 12800, при том, что видео оптимальное для камеры. На 6400 и выше не поднимайся. Здесь у меня сейчас идет съемка на 25600, выдержка 100, диафрагма в 8. Это прекрасные показатели, это просто чудо-камера, которая способна работать в полной темноте. Здесь стоит объектив 2470, я думаю, что, ну, пока я думаю, что мне хватит для моих целей. Это достаточно темный объектив, он считается китовым. То, что китовые объективы идут в комплекте с фотоаппаратами, вы понимаете, что говно вам не поставят, но не поставят и отличный по качеству объективы. Это, так скажем, первое мое видео с оригинальным объективом. Мне до этого я там пользовался этой Сонькой Кенноновским, но это отдельная тема. Может быть, я сниму какой-то видос, посмотрим с Кенноновским объективом. Там немножко геморройно с автофокусом, потому что приходится через переходники. И он работает раз через раз. Здесь я просто хочу сейчас протестировать качество с Сонькой Кенноновским объективом, который предназначен для этой камеры. Объектив тоже Full Frame, не кропнутый. То есть, сейчас идет картинка в записи 50 кадров в секунду, битрейт 50, никакой обработки, никакие там эти профили не назначены. То есть, вот снимает только ручная настройка экспозиции и все. Больше ничего нет и вис. Поэтому вот примерно так вот хочу посмотреть, что вы думаете, как вам нравится это или не нравится. Может, говно скажете. Ну, ваше дело. Лично я тоже хочу посмотреть, потому что я особо даже еще не сматривался. Сделал вот такой небольшой видос сегодня вот с этим объективчиком на улице. Давайте вот сейчас возьмем, посмотрим, так скажем. Я его взял на этот, на выгул, на небольшой выгул и прошелся просто у нас на улице посмотреть. Привет, человеки! Такой, можно сказать, первый выгул сейчас объектива Sony 2870. Вот, на природе одел. Решил вот сразу попробовать, как. Хочу для себя посмотреть, как оно качество вообще. Кто-то-то скажет, там, дурак, блин, купил с дыркой 3.5, короче, темный объектив, который идет китовый. Я считаю, что, в принципе, для моих целей, как для видео, очень даже должно быть достаточно. Вот, не забываем, что я сейчас еще снимаю на Sony A7S. Это самая первая A7S, которая не Mark II, не Mark III, именно Sony A7S, который имеет потрясающую светочувствительность 490 тысяч единиц. Ни один, кто-то ходит, ни один фотоаппарат такого не может себе позволить. Тем более, я ее буду использовать не как фотоаппарат, а в основном как видеокамеру. Поэтому, я думаю, что должно быть все супер в качестве. Ну, и скажу, что сейчас выставлены все настройки. Все настройки выставлены на автомате, потому что, ну, в отличие от моего предыдущего Canon 200D, тут нет откидного экранчика, поэтому я себя не вижу. Я просто полагаюсь на случай, поставил все на автомат, чтобы было, так скажем, все сфокусировано четко, откадрировано четко. Конечно, в таком режиме использовать я не буду, в основном это мануальные режимы, но так вот, чтобы себя снимать и не париться насчет там фокуса, еще чего-то. Фокус, кстати, очень отличный в этой камере и в этом объективе. Поэтому снимаю сейчас на автомате, вот, можем посмотреть, немножко еще тестовых, тестовых видео сделаю сейчас вокруг. Как тут собака пришла? Ой, ты моя собака. Собака, ты в кадр попадешь? Нет, не попадет она в кадр. Вот, такие дела. Так что я осваиваю эту камеру. Честно говоря, я немножко в шоке, что она уже снимает. Я вижу на мониторе, кстати, монитором. В качестве монитора я опять-таки использую свой iPad. Вот, видите, наверное, да? Ой, какая классная картинка. То есть, это идет прямая трансляция через Wi-Fi. Кроме того, тут же можно и управлять. Так, вот, так сказать, налицо был неприятный момент, когда резко вырубилось питание аккумулятора. То есть, аккумулятор закончился. Его хватает где-то по оценкам на 30 минут нового аккумулятора. Внезапно вырубился аккумулятор. Хотя бы как-то предупреждал. Я отсюда, честно говоря, вот на мониторе не вижу. Так что, извините за такую небольшую техническую хрень. Это больше вопрос к Sony. Делают аккумуляторы, как бы на всех. Начиная, по-моему, с Nexo 3-го. Там еще, как только эта линейка появилась. И те же аккумуляторы, маленькие вот эти вот, они так и остались. И даже на вот таких вот профессиональных камерах ничего не изменилось. Так, добавил тут еще себе света. Такое, ну, это больше для, так скажем, для какой-то красоты, чем для подсветки предмета съемки. То есть, себя. Вот. То есть, если вы снимаете на эту камеру стационарно, где-то дома, например, да, какой-то влог или еще что-то. То лучше, конечно, пользоваться... Есть такой, называется, каплер, который... Каплер, да, каплер, каплер. Который позволяет, он имитирует, то есть, в виде батареечки и вставляется в 220 вольт. То есть, вы можете без остановки, без остановки, в общем-то, пользоваться делосъемку. Ну, по нагреву, кстати, не очень сильно греется. Кстати, кроме того, что вот так вот немножко фокус убежал. Не любит он все-таки сильной темноты. И ха-ха. Вот. Что это я рассказывал? Да, немножко не совсем хорошо держит все-таки на свету автофокус. Но это поправимое дело. Если вы снимаете, просто ставите глубину резкости немножко побольше, то и можете снимать в мануальном режиме. Вот. Про питание я сказал. Значит, что еще мне понравилось в этой камере? То, что... Во-первых, дистанционное управление. Которое работает четко, без всяких закидонов на iPad, на iPhone. Android, к сожалению, это у меня проверит. То есть, вы можете с iPad, айфона использовать. Вот еще раз я покажу. Это, так скажем, онлайн-картинка. Видите, да? То есть, это онлайн-картинка с iPad. Вот, можно менять параметры, там, диафрагма, шаттер-спид, выдержка, диафрагма, ISO, зум сделать даже можно. Вот так вот, примерно. Вот, да, ты пошел. Ну, и кнопка тут переключения режимов. Кнопка... О, видела. Вот тут. Кнопочка записи. Все это можно делать дистанционно. То есть, iPad может у вас... Вот, видите, я быстро переменился. В общем-то, автофокус достаточно резво схватился и держит неплохо. Сейчас у меня замер экспозиции выставлен на центр. Ну, центр, это я вот как раз в центре, где-то точка тут попадает. Вот. И автофокус со слежением за лицом. Такой вот, такой вот принцип. 4К камера тоже поддерживает. 4К, но для этого нужен специальный рекордер, который подключается к камере. Такой более стационарный. Это уже либо навесной. Ну, то есть, это, как видим, небольшого монитора. Навесной подключается по HDMI. Причем по HDMI осуществляется вся, также управление камерой. Вы можете на этом же специальном мониторе управлять и функциями камеры. То есть, видите, и функция камеры. Для блогинга, например, вот минус в чем. Я сразу обратил внимание, что вот опять-таки вернусь к любимому своему Canon. ну, где вот такая вот есть, сейчас, где вот этот поворотный экран. У меня, да, был. То есть, очень удобно, когда вот так вот себя снимаешь и этот поворотный экран. То есть, ты видишь, что ты снимаешь, куда ты попал. На Sony, к сожалению, такого нет. Поворотный экран есть, но он, так скажем, только вверх-вниз. И никакие лево-право не допускаются. Почему так сделали до сих пор, я не знаю. Ну, в принципе, эта камера считается профессиональной, а не для блогинга, не для съемки себя любимого. Для себя любимого у нас есть Инстаграм. Вы можете снимать там телефоном, еще как-то, если вам такое, конечно, качество не надо. Если вы снимаете, хотите профессионально дома, то будьте добры, вот, либо используйте iPad, iPhone, смартфон, внешние мониторы и тому подобное. Что еще рассказать? Значит, да, кстати, вот я там на улице снимал себя. В принципе, вот этот объектив 24-70, он на полном кадре, но он практически как широкоувольный. Это удобно в том, что если вы даже снимаете себя, вы себя можете не видеть, но, например, по пикингу, там вы услышите, что вы попали в фокус. Не увидите плохо, да, но если вам придется ставить, тогда только все на автомате, потому что на автомате, естественно, он покажет правильную вам картинку, постарается, не запороть. Это тоже еще вопрос, потому что, может быть, потом какое-то говно вылезет, вы когда придете, снимите. Но, к сожалению, от этого никак не избавиться. Это только какой-то делать внешний микрофон, либо брать оператора, который будет смотреть на дисплей этой камеры. Кстати, дисплей камеры достаточно четкий и яркий, там тоже есть всякие настроечки. Ярче и светлее, цветовая гамма и тому подобное. Есть один нюанс большой, это то, что этот дисплей, он бликует. Он не матовый, он глянцевый. Когда вы выходите на солнце, то вот это все солнце, все тени, они все отражаются отлично на этом экране. Поэтому, ну, лично я редко пользуюсь экраном, больше всего через видоискатель. Поэтому я считаю, что это единственное такое разумное решение, чтобы у вас ничего не бликовало и не уходило куда-то там. Вы сейчас поставите, ни хрена не увидите, на этом блекнет что-то, пропустите и все. Вот такая вот, Петрушка. Сама камера очень маленькая, мне понравилась. Это плоско. То есть, объектив, ну, наверное, там есть в два, в три раза тяжелее, чем, собственно, сама камера, которая плоская и плоская, и легкая. Вот, что тут еще скажешь. Ну, вот такое вот краткое мое первое впечатление про Sony NEX A7. Вообще, честно говоря, A7S. Вообще, честно говоря, хотел видео сделать именно по объективу, больше всего 24-70, 28-70. Паргам, 28-70, да. Но получилось, что-то я ушел на камеру. Объектив, ну, я вам уже сказал, это как бы простой, ну, простой он. Не простой, он, во-первых, он Full Frame, вот именно для этой камеры. Кстати, камера поддерживает не только Full Frame-овские объективы, но и кропнутые. Поэтому там есть переключатель, либо автоматическое распознавание объектива, либо... либо вручную вы ставите только кроп, либо только Full Frame. Вот, то есть, если вы поставите, например, вот сюда, на эту... на Sony можно поставить вот этот объектив. Кэноновский, да, допустим, естественно, он работать будет. Есть специальные переходнички, я вам позже покажу. Вот, может быть, в следующем видео, как это работает. Но вот кэноновский, даже китовый, самый простой объектив будет работать на ней, но он будет, действительно, значит, он будет работать как... как кроп. В кроп-режиме, то есть, обрезано у вас будет, так скажем, края обрезаны, такая виньетка, если вы поставите, что это Full Frame, если вы можете поставить, что кроп, но он просто вырежет, естественно, соответствующее поле из всего вашего вот пространства, вырежет только кусочек. Оно работать будет. Будет работать, даже следящего автофокуса не будет, но будет работать фокус, вы можете сделать этим, как он называется, нажимать кроп, пикинг, либо ставить мануальный фокус. там есть специальные, ну, короче, мануальный фокус. Вот. Ну, вот такое вот, кстати, сколько камера уже у меня сейчас работает, со всеми дублями, наверное, уже почти час. Вот. И я смотрю, что не так сильно нагревается. Сейчас, еще раз повторюсь, это идет запись в разрешении Full HD и скорость кадров 50 кадров в секунду и стрим, то есть поток данных 50 мегабит в секунду. Вот. Тоже хорошие очень показатели для съемки. Ну, и, еще раз, вот я пока говорил, значит, прошло еще где-то, уже почти закат через 10 минут, то есть света практически убавилось, наверное, в два раза, если там что-то еще просвечивалось. Я сейчас не говорю об этом красивой подсветочке, этой голубо-синенькой. Вот. А тот свет, который освещает предмет съемки, он уменьшился, наверное, раза в два. То есть вы можете посмотреть разницу. Как бы, я вижу по монитору, что все четко, отлично видно и никаких проблем не нет. Ну, вот такой вот кратенький обзор. Мое мнение, наверное, очень поверхностное, но, думаю, будет полезно вам, если есть какие-то вопросы, я могу сделать отдельное видео по каким-то элементам управления, либо как использование, сравнение еще чего-то. Наверное, сделаю с тем же Canon еще тоже по освещенности, чтобы вы видели не только вот эту картинку, где тупо просто один этот Sony и все стоит. Вот. И можно сделать сравнение. Ну, я вам сразу скажу, что Canon в этих условиях, он нифига не увидит. Абсолютно. То есть это будет просто темное пятно и все, и никаких. Вот. Спасибо, что были со мной. Спасибо, что посмотрели это видео. еще раз повторюсь, пишите ваши комментарии, что хотели бы увидеть, что хотели бы услышать об этой камере. Для меня это новинка. Если вы собираетесь купить, наверное, будут тоже какие-то вопросы, я с радостью вам сниму видео, покажу. И, ну, если понравилось это видео, естественно, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. До следующего видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok